Винток, который вы принесли за ваши дальнейшие успехи. За ваши общие успехи. Ну, надеюсь, что так. Это первое. А вот, кстати, об общих успехах. Вышло второе издание, нас видно, там люди видят, которые интернет-это тоже видят. Вышло второе дополненное и исправленное издание «Практику Махаристоматия. История писания и историческая мысль» западноевропейского средневекового. И мы выражаем благодарность издательству «Нестор История» из Санкт-Петербургского, но и лично Эрлиеву Сергею, который действительно прекрасно издал источники, которые мы все можем использовать и в преподавании курса средневеков, и в преподавании курса историографии. В общем, товарищи, спешите покупать. Стоит недорого, где-то на полутора тысяч рублей из трехтоник. Вот на сайте я разместила информацию, где, что, как, пароли, явки, телефоны, имена и фамилии. Кому обращаться, если хотите такую книжку получить. Мы довольны. Этим изданием уже довольны. Я надеюсь, что оно будет совершенствоваться и расширяться, и продолжаться. И, ну, что работа еще будет продолжена над этим. Ну, что ж, а сегодня мы будем с вами участниками, я надеюсь, очень интересного разговора по теме, так скажем, вопросов, сформулированная тема, какие тексты и почему использованы в летописном рассказе о воспитании вверх князя Владимира по строению уникального образа мусульман. Доклад сегодня у нас будет делать Андреичеву Мариану Юрьевну, сотрудник Московского государственного объединенного музея-заповедника. Мы передаем вам слово, как обычно у вас есть 40 минут. Мы готовимся задавать вам вопросы, комментируясь ваше выступление. Надеюсь, что работа все будет интересно. Пожалуйста. Ну, собственно, летописное сказание об испытании вверх святым Владимиром это один из самых интересных текстов в поиске временных лет, вокруг которого ведется множество исследовательских споров. Традиционно историки очерчивают условные границы сказания двумя летописными погодными статьями 6.494 года и 6.95 года, в которых рассказывается о приходе в Киев вначале исламских проповедников из Волжской Болгарии, затем немцев от Капижа, католиков, после иудеев-хазарских и, наконец, греческого миссионера. Собственно, киевский князь Владимир узнает, какова их вера, закон, а затем посылает свое посольство в Болгарию, в Немцы и в Константинополь. И после рассказа послов об увиденном ими решается принять греческое христианство. Вот, собственно, краткие изложения сказаний. Как правило, историков, затрагивавших данный летописный текст, в своих исследованиях волновали два вопроса. Это вопрос достоверности сказания, было, не было и в какой мере было, и его текстология. Собственно, большинство исследователей полагают, что степень достоверности сказания крайне мала. За счет привлечения свидетельств из других источников, в основном зарубежных, считается, что религиозные миссии в Киев имели место быть, но литературное описание этих фактов – это целиком и полностью более поздний продукт творчества летописца. Все дальнейшие споры по поводу текста сказания касаются проблемы времени его создания. К сожалению, надо отметить, что до сих пор минимум исследователей вообще интересовал вопрос, о чем же, собственно, говорит нам текст, что хотел сказать летописец. И поскольку тема доклада касается не всего сказания, а только тех его частей, которые затрагивают проблему ислама, в тексте ему посвящены три отрывка. В первом Болгарии свидетельствуют сами о своей вере, во втором об исламе говорит греческий философ, в третьем послы Владимира рассказывают о мусульманской службе, то в данном докладе я попытаюсь ответить на вопрос о том, какие смыслы вкладывал летописец в создаваемый им образ мусульман. Средством к этому должно послужить выявление источников, которыми прямо или косвенно пользовался летописец. Исходя из их содержания, исторического социокультуры, контекста и бытования, мы попытаемся приблизиться к пониманию летописного текста и раскрыть задачи, которые ставил летописец при его создании. Полагаю, что условно принятые исследователями границы отрывка об испытании веры нуждаются в корректировке. Историю испытания вер следует начинать не с прихода к Владимиру Болгару веры Бахмич, а с предшествующей ему погодной статьей 6493 года, в которой отражен рассказ о походе князя русов на Волжскую Булгарию. Этот рассказ, как мы увидим, представляет своеобразную преамбулу, переход к повествованию о болгарской миссии на Руси. Итак, текст номер один, в розовом листочке, я его зачитаю. Итак, в лето 6493, иди, Владимир, на Болгары с Добрынию, своим-своим, в ладьях, а торки берегом приведи на конях, и победи, Болгары. Речи Добрыни Владимиру, взглядах колодник, о же суть вси в сапазе, всем дани нам, не дайте, пойдем искать лапотников. И сотвори мир, Владимир, с Болгары, и эроти, заходиши межу собе, и реши Болгарии, то ли не будет между нами мира, ели как камень начнет плавать, и ахмель почнет тонуть, и прииде Владимир Киеву. Для начала проведем текстологический анализ, отрывка. По всей видимости, летописец не зря выделил антитезу лапотники-носящие сапоги. Судя по контексту летописного отрывка, речь идет о своеобразном определении антитезы, свой-чужой, лапотники свои, то есть те, кого Русь включала в сферу своего влияния. Судя по всему, к ним относились те племена, которые же были покорены Владимиром, Радимичи, Вятичи. Лапти, как обозначение обуви и злыка вообще, в принципе, имеют крайне редкое словоупотребление в древнерусской литературе. Ближайшее по времени упоминание, и то в лексической форме, лыченицы, встречается в молении Даниила Заточника. Но тем оно интересно, что слово лыченицы опять употребляется в смысловой паре со словом «сапог». «Лучше бы ми нога своя видите в лыченице в дому твоем, нежели в черелёне сапозе в боярственном дворе». Как видим, здесь тоже лыченицы-сапоги – это противопоставление, помимо социально окрашенного образа, лучше в бедности, но с князем, чем в богатстве, но на боярском дворе, несет в себе в качестве одного из смыслов определение границ – свой-чужой. «Лучше быть в лыченице в своем князе, чем в чужим ему в черелёных сапогах на боярской службе». Вероятно, и в случае с летописной статьёй и в присловии «моление» мы имеем дело с влиянием какого-то известного устойчивого выражения. Справедливость этого предположения свидетельствует также то, что в том же молении встречается тема плавающего камня. Собственно, текст договора между болгаром и Владимиром. «Ни камень по воде плавает, так же ни псом, ни свиньям, ни надобно злато, ни безумным мудрые словеса». Подобные и по смыслу, и по художественной форме высказаний содержатся также и в другом древнерусском памятнике литературы беседы трёх святителей. Что тяжелее всего переносить человеку? Тяжелее всего учить глупого и упрямого. Вода поднимает большие корабли, а малого камня не поднять и целому морю. Так и глупого и упрямого человека всем миром не научить. Очевидные моления, беседы и косвенно возможный летописный текст имеют некий единый источник, откуда подчеркнуты выше приведённые присловия. Но, к сожалению, его пока не удалось обнаружить. Возможно, речь идёт об одном из сборников из речений наподобие пчелы. Вообще, в Казанском научно-документальном журнале в 2008 году журнал называется «Гасерлара Вазы» Эхова и Кубякова была опубликована статья «Булгарская письменность. Ранебулгарский домонгольский период». Автор которой, Гомерзан Давлейчин, утверждал, что «Болгарское изречение то ли не будет между нами мира, или как камень начнет плавать, а хмель почнет тонуть, это своего рода печать, закрепляющая договор между Волжской Булгарией и Руссью». Согласно его сведениям, это же изречение бытовало среди казанских татар как средство подкрепления своего слова и дела. И далее он приводит уже на татарском этот же текст. Остаётся надеяться, что он не сам его перевёл, а откуда-то взял из каких-то источников. К сожалению, он на них не ссылается. Но, тем не менее, факт обходить нельзя. На мой взгляд, здесь, собственно, тоже нет противоречия. Нельзя исключать влияние ни какого-то письменного древнеславянского источника, ни возможного устного булгарского предания. Можно предположить, что летописец вставил известное ему булгарское изречение ещё и потому, что оно напоминало ему расхожее присловие о глупце. В таком случае изречение обретало двойной смысл, в одном из которых скрывался намёк. Пока Русь будет оставаться глупой, мир между болгарами и Русью не закончится. Следующий момент, на который я бы хотела подробно остановиться после такого текстологического анализа, это вопрос, который же относится к области понимания текста. Как правило, в историографии встречается несколько вариантов буквального понимания этого отрывка. Почему русские князья, собственно, отнеслись с пиэтетом болгарским сапогам? Одно из них принадлежит известному историку Сергею Соловьёву. Болгарии были побеждены, но Добрыня, осмотрев пленников, сказал Владимиру, «Такие не будут нам давать дань, они все в сапогах, пойдём искать лапотников». В этих словах предания выразился столетний опыт. Русские князья успели наложить дань, привести в зависимость только те племена, которые жили в простоте первоначального быта, разрозненные, бедные, что выражается названием лапотников. Из народов же более образованных, составлявших более крепкие общественные тела, богатых промышленностью, не удалось покорить никого. Собственно, такого мнения придерживалось большинство исследователей, которые либо примыкали к мнению Соловьёва, интерпретировали этот отрывок как аллегорическое указание на высокий статус в Ложке Булгар, либо вообще считали, что это какой-то исторический анекдот, которому вообще не стоит придавать значения. Иной вариант понимания, такой довольно свежий взгляд, предлагает историк Курбатов, который видит в данной антитезе намёк на кочевников. Ведь собирать дань соседних жителей лапотников легче, чем контролировать степи орды кочующих племён. Сапоги, обувь наиболее приспособленная до верховой езды, активно использовались кочевниками. Надо отметить, что вообще обращение внимания на характерные черты отличия лычной и кожаной обуви в данном случае не безосновательно. Лычная обувь имела небольшой срок эксплуатации. При активном ношении лапки служили около двух недель. Кожаная обувь носилась долго и зачастую предназначалась для дальних переходов. Исходя из этого, можно также предположить, что в словах Добрыни, обращённых к Владимиру, кроется указание на то, что болгары выглядят как собравшиеся в дальнюю дорогу, противоположность лапотникам, сидящим на своей земле. Вообще, похожая по смыслу антитеза есть в Священном Писании. В Ном Завете встречается противопоставление сандалии, сапоги. Речь идёт о так называемой малой и большой миссии, на которую посылал своих учеников Спаситель. В первом случае, так называемый первый выход апостолов, который был предназначен ещё иудеям только, то есть к ближнему кругу, учитель посылает апостолов на проповедь иудеям, сопровождая их словами. «Не стяжите златы, ни серебра, ни меди при поясах ваших, ни пиры на пути, ни двое ризу, ни сапог, ни жезу». Собственно, это Матфей. А у Марка тот же самый отрывок написан, уточнение, но обувенный в сандалии, то есть как более простой вид обуви. То же самое, повторение. У Луки тоже «не носить ни пиры, ни носить и влагалища, ни сапоги». Собственно, это я цитирую всё, как бы отрывки из Евангелия по острым мировым. Евангелие, то есть, собственно, это перевод оттуда. Вариант перевода зреческого языка. Здесь сандалий носит символ ближнего пути, когда учитель ещё рядом, и благая весть приносится своим поверьем. Во втором случае спаситель перед своим распятием на Таинвечере напутствует апостолов пути на проповедь всему миру. Это уже большая проповедь, то есть уже после, это перед распятием, то есть заранее спаситель напутствует апостолов. «Игда послахвают без влагалища, и без меха, и без сапог, еда чесога лишен и бысти, а ниже еши, ни чесожи, речи же им, но ныне иже имать влагалище да возьмет, такожди и мех, а иже не имать да продаст ризу свою и купит нож». Таким образом, сапог выступает своеобразным символом вселенской проповеди Евангелия, на которую первым вступил сам Господь. Неслучайно ремень именно сапога Иисуса не считает себя достойным разрешить святой Иоанн Претечи. То есть этот элемент обуви упоминается практически, начиная с Евангелия Таина, во всех Евангелиях. Так называемая вообще сапожная группа включала несколько видов кожаной обуви, к которым относились сапоги, плестницы, кальги, чревия. Поэтому часто в нарративных памятниках Древней Руси можно встретить примеры, когда в одном отрывке одна и та же обувь упоминается с использованием разных терминов. Для примера проведу отрывок из толкового апостола XV века. В нем рассказывается о чудесном освобождении апостола Петра из темницы. Согласно рассказу, ангел внезапно является перед Петром и обращается к нему с такими словами «Восстань вскоре припаяшися и вступи в плестница своя». Далее за отрывком следует толкование святителя Иоанна Златоуста, в котором уже пишется, что ангел приказал Петру «в сапоги обутись и припоясайтесь». То есть один и тот же текст, одна и та же обувь, два наименования. Но надо также заметить, что плестницы, калиги или сапоги воспринимались еще как род сугубо монашеской обуви и несли в этом смысле вообще очень глубокое символическое значение. Пожалуй, есть лишь один памятник, который был известен каждому монаху, где задавалось ключевое символическое звучание деталям одежды. Это чин пострижения в монашество. Древнейший славянский перевод памятника дошел до настребники первой половины XIV века. Согласно чину, возложение каждой детали монашеского одеяния сопровождалось произнесением соответствующего текста, раскрывающего значение вещи для постригаемого. Калиги или плестницы – это обувь, являющаяся неотъемлемой составляющей пострига в великий монашеский образ. Во время пострига монаха обували, произнося следующие слова. Второй отрывок у вас в тексте. Брат наш, Эмирек, обувается в калиге уготования Евангелия миру. Там же в одной из молитв чина плесницами допойдет путь спасения мира. Как видим, и здесь тоже в одном памятнике об одной тоже обуви говорится двумя разными наименованиями. Данный текст чина отсылает нас вообще к отрывку из послания к Ефесинам апостола Павла. Третий текст. «Станете оба припоясаны, чресло ваше истинное, и обувшися в броня правды, и обувши нозе в уготовании благовествования мира». Таким образом, в чине утверждается основное символическое значение монашеских сапог. Это благовестие миру, это проповедь спасения. Исходя из вышеизложенного, справедливо было бы задаться вопросом, корректно ли соотнесение монашеской символики плесниц и значение летописных сапог на ногах болгар. Но если мы обратимся к контексту исследуемой нами статьи ПВЛ, то увидим, что следующим событием летописи является приход болгар Веры Бахмич как вестников своей веры к Владимиру. Именно им принадлежит честь положить начало так называемому испытанию веры. И в данном случае их приход, несомненно, для летописца мог представляться особым изъявлением воли Божьей к языческой Руси. Впрочем, как мы увидим ниже, сапоги – это не единственная деталь одежды болгара, отмеченная летописцем. Он еще раз привлечет внимание читателей к их туалету в заключительном рассказе о мусульманской службе, что вообще, на мой взгляд, несет окончательную ясность в создаваемый им образ последователей веры Бахмич. Что же касается лапотников, то, возможно, здесь мы имеем дело со своеобразным обозначением своих, не только в смысле данников, но и тех, к которым было обращено благовестие. Итак, перейдем, собственно, к самому тексту сказания. Как я уже сказала выше, в тексте «Испытание веры» есть три группы характеристик мусульман. Первая группа – это то, что болгарии говорят Владимиру о своей вере. Так, в статье 6496 года болгарий Вера Бахмич приходит к Владимиру и обращается к нему со следующей речью. Это я, пардон, не 96-го, а 94-го, да, это у меня в тексте. Да-да-да, 94-го, все верно. Значит так, следующий год. Болгарий Вера Бахмич приходит к Владимиру и обращается к нему со следующей речью. Четвертый текст, вот в списке. «Ты, князь, если мудр и смыслен, и не веся закона, да веруй в наш закон и поклонись Бахмиту». Владимир спрашивает их, какова вера ваша? Они отвечают. Верным Богу, а Бахмитные учат глаголи «Обрезайте уды тайны, и свинины не ясти, вина не пите, а по смерти же речи с женами похоть творите блудную. Да, Змахмит, кому жда, по семьдесят же красных жен, изберет единую красную, всех красоту возложит на единую, и та будет ему жена. Иде же рече достоит, блудь творите на всем свете, аще будет кто у Бог, то и тому, и на много лести, я же нельзя писать и срама ради». Обратим внимание на эпитеты, с которыми обращаются болгары к князю. «Ты, князь, если мудр и смыслен». Такое наименование летописец вкладывает в уста послов не случайно. В повести временных лет, помимо Владимира, данное определение прилагается лишь мужьям Поляна и княгине Ольге. Вероятно, здесь важно то, что наименование «мудрый и смысленный» по отношению к Владимиру является указанием на его принадлежность к племени, выделявшимся на фоне других славянских племен, живших зверинским образом. «Тем, что своих отец обычаи имут кроток и тих, и стыдение к снохам своим, к свекровям и деверям великое стыдение меху». Таким образом, в отеческих обычаях Поляна, следователя самого князя Руси, летописцу уже виделась так та благодатная почва, которая могла принять в себя семена новой веры. С другой стороны, Болгария указывает Владимиру, что он не весь из закона. Это опять нас отсылает к тексту ПВЛ с описанием славянских племен. Телетописец цитирует Георгия Амартова. Собственно, текст из хроники Георгия Амартова. «Кому ж до языку овим исписан закон есть, другим же обычай, за ней закон беззаконникам отечествия имениться». Таким образом, последователи веры Бахмич предлагают князю отойти от обычаев отцов и обрести письменный закон. Итак, сведения об исламском единобожии, обрезании и пищевых запретах, летописец позаимствовал также из хроники Георгия Амартова. Я прочитаю пятый текст. Тут прекрасно видно текст ПВЛ и текст из хроники Георгия Амартова. «От иудеев Мухаммед принял единовластие Бога, научил их совершать обрезание и у мужчин и у женщин, и одному единому Богу поклоняйтесь. Советовал же им и вообще вкушать все, что запрещено законом, кроме свинины, вина же совершенно не употреблять». Дело в том, что Амартал в данном случае представляет свою переработанную версию, взятую из трактата о ересе преподобного Иоанна Дамаскина, внеся в него некоторые дополнения. А он советовал же им и вообще вкушать все, что не запрещено законом? Нет, все, что запрещено законом, да. Имеется в виду еврейский закон. В данном случае это переработка текста преподобного Иоанна Дамаскина о ересях с некоторыми дополнениями, о которых я сейчас скажу. Собственно, летописец делает из пространного описания ислама Амартала краткую выборку. Каковы же были его критерии отбора? Судя по тому, что он выделяет из характерных черт исламского учения веру в единого Бога, знание единого Бога, согласно Амарталу, мусульмане подчеркнули у евреев, обрезание, заметим, что у Амартала и у Дамаскина тоже уточняется, что обрезание должны совершать как мужчины, так и женщины. Тогда как в летописи говорится скупо, просто обрезать иуды тайные. И следующий момент, неприятие свинины. Все, весь этот комплекс выборка летописца, скорее всего, свидетельствует, что об определенном его желании подчеркнуть близость магометанской ереси к иудаизму, что соответствовало византийским представлениям происхождения ислама. Действительно, среди византийских книжников было распространено мнение, что в первую очередь для ислама источником послужил как раз иудаизм, а потом уже некие христианские ереси, ариане, министариане оказали влияние. Но для летописца характерно именно это выделение, что связь с иудаизмом. В качестве религиозного нововведения в летописи упоминается отказ от употребления вина. И как следует из текста, именно на этот запрет со стороны Владимира последовала однозначная и по смыслу глубоко символичная реакция. Вот, собственно, шестой текст, номер шесть. Владимир говорит, в Руси есть веселье и питье, не можем без того быть. В свое время Игорь Николаевич Данилевский убедительно доказал, что истинный смысл реплики, приписанной летописцам Владимиру, в летописном контексте становится ясным только при обращении к толковой полеи. Другими словами, ответ Владимира прообразует принятие им христианства. В дополнение к этому надо сказать, что близкий по тексту к возражению Владимира отрывок обнаруживается в таком памятнике, как слово о пьянстве. Это сборник XIV века, в данном случае я цитирую. В этом сочинении, предположительно, русского происхождения, говорится, продолжение текста номер шесть, «Питье бы умным есть на веселье, а несмысленным, ежечасто упивайтесь в пьянство на неизбывный грех. Нерече бы писание не пить, но да не упиваются, в пьянство да не пьют». Этот текст содержит отсылку к писанию. Скорее всего, речь идет об отрывке из книги притч Соломоновых. Но дело в том, что таким образом Владимир, отвергнув мусульманский запрет на винопитие, поступает как муж смыслен в подтверждении лесного наименования данного ему болгарами. Он избирает питье на веселье, а веселье для христианина может быть только в приобщении вина, причастие по слову, сказанному в Евангелии от Иоанна Спасителем. «Кровь моя истинно есть в питье». В следующем, далее, описание исламского рая летописец пишет. «А по смерти же рече с женами похоть творите блудную, да даст бахмитка мужда по семьдесят жжет красных, изберет единую красную и всех красоту возложит на единую. Та будет ему жена. Идея же рече достоит плуд творите на семь свете». Собственно, «Осожитие мусульмана в раю» есть также в хронике Георгия Мартала, но пишется иначе. Там просто написано «в раю, жены же их будут с ними, любить их, красиво укладывать их волосы, всячески ублажать их злостолюбивые тела». Необходимо отметить, что в данном случае в летописи нашла отражение оригинальная точка зрения, письменный источник, который, к сожалению, пока не удалось обнаружить. Вероятно, в этом летописном отрывке прослеживается отдаленное влияние описания исламского рая, зафиксированного в хадисах, согласно которому праведников на том свете будут ублажать семьдесят две гурии. Такие идеальные женские существа, наделенные неземной красотой. Следующий принцип своего вероучения, который излагают в фолшке Булгарии, это учение о предопределении. Текст на данную тему летописец также заимствует из хроники Георгия Мартала. Согласно мусульманским представлениям, действительно, каждому человеку, Аллаху, готова на своя участь. Бедному жить в нищете, богатому удовольствоваться достатком, праведному самосовершенствоваться, грешнику падать все ниже. Но хронографист Амартал спроецировал мусульманскую точку зрения о предопределении и на посмертное воздаяние. Так что даже в раю бедняк, даже будучи праведным, получал меньшее воздаяние, чем праведник богач. Вот, собственно, в седьмом тексте, да, здесь прекрасно видно, в повесть временных лет, аще будет кто убог, кто и том. Почему? Летописец Георгия Мартала пишет так. Георгия Мартала пишет, каждый же, кто обитал здесь, либо в богатстве, либо в бедности, либо в бесславии, таким же образом и там будет обитать. Летописец составлял речь Болгар, опираясь на доступные ему византийские сочинения. Собственно, не только византийские, но и древнерусские, характеризующие славу. Не обошел он вниманием и толковую полью, собственно, произведение известное своей антиеврейской, антиисламской полемикой. В летописи ее переработанный вариант цитирует греческий философ. Вот текст 8, на котором бы я хотела более подробно остановиться. Второй эпизод, посвященный исламу в сказании. Повести временных лет. «Их же вера оскверняет, говорит философ, их же вера оскверняет небо и землю, их же суть проклятый, паче всех человек, уподобившийся Содому и Гаморе, на ней же пусти Господь, камень и горюще, и потопея, и погрязоши. Я кресих ожидает день погибли их, и когда прииде Бог судить земли, и погубят вся, творящая беззаконие и скверно деющая. Сибу омывают охоты своя, пардон, задний проход, в рот вливают и по броде мажутся, поминают бахмиты. Так и жены их творят ту же скверну, и инопущи, а целого купления мужеско и женско вкушают. Си слышу, Владимир блюну на землю. Нечистое есть дело. Вот, собственно, параллельно, текст толковой польи, который использовал летописец. «Постыдитесь, уба вы, и посрамитесь верой Бахметови, и разумейте же, уба, что ради погублен бы с Содом и Гамор, злого ранен рава, и же вы ныне держите, муж с мужем блудящий, проход свой омывающий, и по голове своей броди мажущийся, и стен на себя возливающий. Ащи же мне тебе законе, яка закон есть вам, по-содомски живущий, содомски погибнете. Ащи же бог садомлян, скоро живота примени. Вас же ожидает день погибели. Блаженный буной, и праотец ваш, проречи о вас глаголе. Хам, да будет холоп, братом своим. Тогда бы не работаше брат брату, но вы холопе нарекостесе, веровавше в жидовского хлапа Бахмета. Та же уба вера оскверняет небо и землю. Вас же прообразовала лотова жена, озревшаяся вспять. Богу же благодать дающему, обоим людям отвершим ветхий закон. Речь философа об исламе в основе своей заимствованной из толковой полии, тем самым раскрывает существенную для летописца черту ислама, опять же, как учение подражающего иудаизму. Не зря в этом случае создатель толковой полии прибегает к яковскому образу лотовой жены, озревшейся вспять. По его мнению, и жидови, и их холопы Магометане предпочли окаменеть, как столб слан в законе, отвернула благодать, неспосланную Иисусом Христом. Примечательно, что греческий учитель начинает свое обличение словами из полии. Их же вера скверняет небо и землю. Как верно заметил в своей статье один исследователь Георгий Крылов, статья его называется «Понятие скверной или погодь средневековой Руси о современном старобрячестве». Вот он, собственно, заметил, что понятие скверной в Средневековье трактовалось расширительно, и на морально-нравственном уровне тесно было связано с понятием греха. Грех воспринимался не только как причина осквернения души человека, но и осквернения внешней среды, его обитания, природы. Такое представление, безусловно, восходило прежде всего к ветхозаветному пониманию роли преступления и заповеди Божии. Так, например, в книге чисел говорится об осквернении земли. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее». Среди сочинений, к примеру, святителя Иоанна Златоуста есть проповедь о новочеловечении Господа нашего Иисуса Христа, в которой он говорит о грехопадении человека. «Явился преступник и осквернил землю, осквернил небо, воздух, море, источники, все осквернил богохульством своим, небо – богохульством, воздух – постыдными звуками, землю – преступными убийствами» и так далее, и так далее. Таким образом, у нас есть, собственно, основание полагать, что летописное упоминание об осквернении земли и неба магометанской веры есть своеобразное общее место, свидетельствующее о качественных характеристиках представителей ереси Бахметовой, таких, как кровопролитие и богохульство, что соответствовало, собственно, византийским и древнерусским представлениям об исламе. В речи философа одним из самых ярких моментов в описании мусульман является гротеский рассказ о мусульманском омовении, заимствованном из толковой полеи. В мусульманских законодательных источниках, хадисах встречается следующее описание последовательности выполнения полного омовения – гусль. Помыть кисти рук, помыть половые органы, прополоскать рот и нос, помыть лицо и руки до локтей, потом голову, потом оставшиеся части тела и закончить митьем ног. Таким образом, в толковой полеи, естественно, в летописи, пусть и в сокращенном виде, но верно отражены этапы исламского омовения, согласно которым сначала омываются внешние выходы органов малого таза, а затем рот и лицо. Толковое полеи – это вообще самый ранний древнерусский памятник, где упоминается исламское омовение. О нем даже писал в Арфоломее Деске, автор конца IX века, составший обличение Агарянина. И вот он пишет, вот проповедь, с которой Мухаммед обращается к тебе, когда ты собираешься помолиться, возьми сосуд с широким горлом, наполненным водой, левой рукой выливая воду, правой вымой свой зад, затем этой же рукой вымой свой рот, затем свое лицо, затем руки до локтей, затем глаза и уши, затем ноги. В его сочинении вообще содержится описание омовения почти без расхождения с последовательностью очищения, изложенного в хадисах. В Арфоломея обвиняет мусульман в том, что они зад моют вперед рта и лица, и что самое с его точки зрения мерзкое, делает все это одной и той же рукой, так что вода с омываемого анального прохода попадает в рот и на лицо. Его критика, по сути, совпадает с мнением изложенного в толковой полеи, что вообще дает основание предположить о прямом или косвенном влиянии текста обличения Агарянина на полейный отрывок. В толковой полеи также есть место, в котором дается пояснение, почему в исламе делается особый акцент на очищении задних проходов. Составитель полеи описывает рыбу Мюрому или Мурену и характеризует ее как нечистую и зело скверную. Нечистота ее состоит в том, что она, оставив свое супружество, ищет ядовитую змею и, найдя, входит с ней в смешение. В же описание Мурена автор полеи продолжил в любопытном комментарии. Тем же и нечист есть бессурменский закон, пониже ересью бахмиты своего объяты сущи, оставляют подружие своя и сами себя садомски смешают, того же ради чтят свой охот, пача лица и сердца. Таким образом, по мнению летописца и составителя полеи, исламское омовение само по себе свидетельствовало о приверженности мусульман садомскому греху, мужевожеству. Безусловно, сведения о распространении садомии среди последователей Мухаммеда древнерусские книжники подчеркнули из Византии. Византийского императора Алексея Камнина, написанного в 1991 году, где он так описывает нападение турок на свое государство. Турки подвергают обрезанию детей, юношей христианских, над отриками, юношами, рабами благородными, клириками, монахами, самими епископами совершают мерзкие гнусности садомского греха. Позже на данную характеристику последователи Мухаммеда будут доказывать такие известные богословы, как святитель Григорий Палама и святитель Семеосов Фессалоникийский. Таким образом, эпитет садомняни стал своеобразным топосом по отношению к мусульманам. Образ Содома и Гамуры, как символ половой распущенности приверженцев ислама, подкреплялся еще и имевшись на тот момент географическими представлениями о Святой Земле, подчерпываемые из рассказов странников. Так, в древнерусском хожении во Святую Землю Гумена Даниила рассказывается о поганных мусульманах, живших на месте садомстем, из-за которых проводники Гумена, изъявившего желание посетить те края, не пустили его, описав то место как особо гиблое. Завершающим штрихом в гротесном портрете мусульман явилось обвинение философа в том, что они от совокупления мужеской и женской вкушают. Замечу, этого в поле нет. Это летописец. Упоминаю о вкушении семени, как особого, вообще упоминание о вкушении семени, как особого устнама осквернения встречаются в памятнике XII века попрошения Кирика. Автор вопрошения пишет о такого рода грехе, когда кто жену, пардон, мне приходится цитировать такие вот нескромные вещи, когда кто жену объятие, поверше лещи на ней, голым, как о любо прикоснуть все идеи, и то семья и зайдет, и то те есть. В источнике отсутствует пояснение причины такого рода действия, имело ли поедание, в том случае семья какой-то идейный контекст. Достичь понимания текста может помочь другой памятник, известный под заглавием «Слово святого Григория изобретено в Толцах о том, как о первое поганые сущие языцы кланялись идолам и требуем клали, то и ныне творят». Самый ранний список слова святого Григория содержится в составе так называемого Палисевского сборника конца XIV века. Он представляет русскую переработку текста слова святого Григория на богоявление Господне, в котором наряду с описанием славянских языческих традиций отражена оригинальная интерпретация текста речи философа о болгариях мусульманах. Судя по тексту слова, мусульмане научились вкушать семеную скверну у язычников. Некие язычники, некое языческое племя, называемое фоликациже и фифули, чтут сравные иуды, кланяются им и требы кладут. От них болгари, научившись от сравных уд, стекшую скверну вкушают, рекущись им вкушением, отсыщаются греси. В редакции слова, представленной в рукописи XV века из Новгородской Софийской библиотеки, почитание сравных уд у славян упоминается в одном ряду с поклонением семеню болгар. Славей они же на свадьбу, вкладывающую сармату и чесновиток в ведра пьют. От фифульских же и от аравитских писаний научившись о болгаре, от сравных уд, истекшую скверну вкушают и суть всех язык сквернейшей проклятийшей. В дополнение к этому слову Григория Богослова затрагивается та же тема мусульманского омовения, как традиция языческая, восходящая по мнению автора почитанию египетского бога Осириса. Всего же Осирида скажут книги сарацинские, як и нелепым проходом пройден, но смердящим, того ради сарацины мыют охот и болгарии, и теркани холм. Итак, в данном памятнике и омытие охота, и вкушение от совокупления суть скверны языческие по происхождению традиции, усвоенные сарацинами, болгарами, туркменами от их учителя Мамеда проклятого сарацинского жреца. Таким образом, собственно, летописец, который соприкасался с народной средой, где еще было сильно беззаконие поганых, мог проводить соответствующие параллели между обычаями мусульман и язычников-славян. Более того, поскольку оба приписываемы мусульманам деяния омытие ануса, вливание воды от омывания в рот, также вкушение семени, это грехи, относящиеся к отцвернению рта, то вероятный создатель летописной статьи имел в виду, что мусульмане, гнушаяся пить ртом вина, тем не менее не брезгуют осквернять его разными нечистотами, уподобляя себя лопоклонникам язычников. Любопытная реакция князя Владимира на речь философа. Летописец пишет, «Си, слышав Владимир, блюну на землю, нечистое из дела». То, что великий князь Киевский плюет на землю в знак отречения ислама, вообще глубоко символично. Согласно православному чину таинства крещения, в его первой огласительной части принято дуть и плевать на воображаемого сатану в знак отречения от него. Но практика плюновения на нечистого духа появляется только в 15 веке. То есть она фиксируется источниками, в требниках появляется требование не только дуть, но еще и плевать. Более раннее упоминание традиции плевать на землю встречается в слове святого отца Кирилла архиепископа Кипринского «Злых дусьих». Вообще памятник большинство исследователей признаются русским по происхождению. Предполагаемый автор архиепископ Кирилл Ростовский, живший в 13 веке, в середине 13 века. Итак, в этом слове активно обличаются языческие суеверия, бытовавшие среди славян, в частности накладывание на узов, оберегов, на младенцев бабами-ведуньями. Текст «Сеи бабы чинет Бога призывают и начнет надеть и на узы класть и смеривать и плюющие на землю рекше беса проклинает». То есть она плюет на землю в знак проклятия бесовской силы. Таким образом в среде языческого славянства могла быть распространена практика плюновения на землю в знак отречения от злого духа. И Владимир, еще будучи язычником, плюет на землю в знак отречения от исламского учения, как нечистого и бесовского. Следующее описание, касающееся уже богослужения Магометан, принадлежит послам Владимира. Оно, как правило, вызывает наибольшее недоумение среди исследователей. Действительно, рассказ очень странен, прежде всего подчеркнутыми послами деталями образа молящихся мусульманов. Это текст девятый, последний. Они же решат, послы, яко ходиши у болгары, смотрихом, как ося поклоняют в храме, рек в Шевропате, стоящий без пояса, поклонився, сядет и глядит сема и она, маяк обешен, и несть веселье в них, но печаль и смрад велик, несть добро законов. Безусловно, в этом отрывке речь идет не только об описании реалии исламского былослужения, но и о глубоком символическом образе, как уже было сказано выше, привлекшие внимание добрыни сапоги на ногах болгарских пленников, вероятнее всего означали их готовность благовестить свою веру Руси. Пояс, вернее его отсутствие, это вторая важная деталь одежды, на которой заостряет наше внимание летописец. И не случайно, так как пояс для монашествующего очень значимый символ, вновь обратившись чину пострижения в монаш, что мы обнаружим, что при возложении пояса на постригаемых произносили следующие слова «Брат наш поясает чресло своя силою истины». В другом древнерусском памятнике литературы Мирила Праведная есть небольшой текст, посвященный теме ношения пояса «Почто повелено туго поясайтесь апостолам и всем святым». Толк. Да крепко служит Богу поклоном и постом, гдением, молением, течением проповедив в языцах, того ради черницы и попове туго привязаются, лепо бы так и всем крестьянам». Таким образом, пояс на чресло христианина символизировал твердое стояние в истине на службе Богу. Если сопоставить по смыслу символические значения сапог на ногах болгар и отсутствие на них пояса во время молитвы, то, вероятно, летописец имел в виду, болгари хотя и пришли благовестить свою веру, что символизируют сапоги, но истины в ней нет. Об этом говорит отсутствие пояса на молящихся мусульманах. Что же касается странного поведения магметана во время молитвы, «Поклонився, сядет, глядит все мои анамы», то есть «туда-сюда», «якобешен», то летописец здесь упоминает отдельные элементы мусульманской молитвы, намаза. Поклоны, поясные, земные, сидения на коленях, совершаемые во время раката одного из циклов намаза, а также момент выхода из намаза, когда по нормам исламу мусульманин должен со словами «приветствия» повернуть голову направо и налево, дабы почтить ангелов, находящиеся по его правой и левой плечу. Собственно, здесь они отражены, эти моменты. Но не исключено, что эти детали исламской молитвы привлекли внимание летописы еще и по другой причине. Как видим, действия молящихся мусульман летописы характеризуют как поведение бесноватых. Эта точка зрения в летописи не случайна. В антиисламских и азантийских сочинениях была распространена точка зрения, что Магомед был эпилептиком или бесноватым. В хронике Георгия Мартала дается такая характеристика откровений бывших у Мухаммеда. Он связал эпилепсией, жена же его из-за этого очень печалилась, что она знатная и богатая, с таким мужем связала себя не только бедным, но и эпилептиком. И там же Георгия Мартала эпилепсию однозначно воспринимает как явление беснования, о чем свидетельствует то, что далее в тексте он именует Мухаммеда бесноватым, под воздействием лукавого и лживого демона, говорившим и действовавшим. Таким образом, для летописца, вероятно, было важно привлечь внимание именно к тем странным деталям исламского моления, которые наиболее, с его точки зрения, соответствовали внешним проявлениям беснования. Целью летописца, видимо, была подчеркнуть, что молящийся Болгарий в своей молитве подражает своему одержимому бесам пророку. Не менее любопытна та же его заключительная ремарка по поводу мусульман. «И не есть веселье в них, но печаль и смрад велик». В книге пророка Исаия в словах откровения, обращенных к народу Божию, о времени прихода Мессии, Христа, говорится, «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным склицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». В толковании Анзлатоуста на книгу Исаия это время веселья однозначно связано с явлением Иисуса Христа, и не случайно этот отрывок читается как парименный текст на службе Богоявления Господня. Таким образом, если предположить, что мы имеем дело в летописном отрывке со своеобразной перестановкой смысловых акцентов текста Исаия, примененный по отношению то получается, что последователи Бахмита не могли претендовать на роль спасенного избранного народа, так как извратили истинное учение о Иисусе Христе, а посему нет в них веселья. Но печаль. На наибольшую выразительность летописец добавил фразу, о том, что мусульман исходит смрад велик. Вонь, исходящая из грешников, это глубокий образ, встречающийся в ПВЛ неоднократно. Так дым или смрад исходит от могилы святополка Окаянного. От толкования этого места в свое время писал Игорь Николаевич Данилевский, который обратил внимание, что дым, о котором идет речь, явно восходит к параллельному тексту в Апокалипсисе, где говорится, что люди, поклонявшиеся Антихристу после страшного суда, будут мучены в огне и сере, и дым мучений их будет восходить во веки веков. Безусловно, прообразом адских мучений было наказание городов Содома и Гаморры, на которые Бог пролил дождем серу и огонь. Так что, когда встал в рам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа и посмотрел в Содому и Гаморре, и дым поднимался от них, оттуда, с земли, как дым из печи. Но, пожалуй, наиболее интересный и близкий по содержанию образ обнаружится, уже упоминавшийся мной ухажение игумена Даниила, который при описании места Содомского пишет, что видел его с возвышенности горной, но ногами своими не мог туда дойти, боязни ради поганых. Таким образом, смрад, исходящий от мусульман, такой многогранный образ, свидетельствующий об их не только символическом, но еще и географической связи с Содомом и Гаморрой и, соответственно, скрывающий их будущность как осужденных вместе с Антихристом в последние времена. Летописец, как вывод, заключение, хочу сказать, летописец придерживался той точки зрения, что ислам – это ересь, сформировавшаяся под влиянием иудаизма и язычества, и о том, чего больше в исламе, жидовства или поганства, автор летописного текста по всей видимости склонялся в сторону последнего. Таким образом, да, поганство. Таким образом, Магометане, как холопы жидов, почитающие себя обладателями закона, на деле, как говорится в толковой полье, «Мнят беззаконие, яко закон», а следовательно, предлагая Владимиру принять свою веру, идут на обман. Положительная функция их проповеди состояла в том, что они сообщили Владимиру информацию о единобожии и о некоторых элементах иудаистских законов. Таким образом, явившись первой подготовительной ступенью к восприятию христианской проповеди. Последующими ступенями восхождения к истинному чению греческому будет проповедь латинин из жидов-хазарских. Ну, собственно, это отдельная тема. Она, в принципе, уже рассмотрена. Спасибо. Вот такой вот уникальный образ насурмана. Вот такой вот уникальный. Мария Амбриевна, спасибо вам большое за серьезные результаты исследований, которые вы сегодня, это результаты, которые мы сегодня наложили на МНДР, прекрасный технологический анализ. Был представлен сравнительный анализ с хрониками, с источниками, которые действительно корректно было бы сравнивать. И, на мой взгляд, я думаю, что действительно медописное сказание действительно один из самых интереснейших политиков ПВЛ и, безусловно, называющий данный момент много споров, больших дискуссий. И совершенно очевидно, что мы с вами вклад в эти дискуссии внесли и старались в основном. Коллеги, какие у вас будут вопросы, мнения, рассуждения, комментарии, как обычно в салонном режиме на работе? Пожалуйста. Всех поразит. Фоменциальный образ мусульман. Все прям глубоко. глубоко. И сказать, нечистые эти. Но вообще, честно говоря, просто как дополнение такое, все-таки есть такой феномен именно в рамках ислама, действительно, приверженность такая, ну, к Садумии, пардон, именно как фульткультурный феномен. Как бы он известен еще в самой большой древности, несмотря на то, что Мухаммед однозначно запрещал мужеложество, это однозначно харам. Тем не менее, поскольку все-таки ислам это религия закона, и закон можно обойти, вот как известно, существовали некие лазейки. То есть, если Мухаммед запрещал мужчинам заниматься этим, пардон, то детям это было не запрещено. Поэтому существовало такое явление в Турции, как кучек, да, то есть, в Афганистане это бача, то есть, это дети, которые обучались, как правило, из бедных семей, обучались танцам женским, естественно, женщине мусульман князя на публике танцевать, и их приглашали, в частности, их использовали для этих услуг. Единственное, что они уходили из ремесла, когда у них начинала пробиваться борода, то есть, тогда, когда уже харам окончательно начинал действовать, то есть, они становились мужчинами. То есть, в Афганистане уходили. Вот. Это воспринималось как ремесло. В Афганистане до сих пор процветает, в Турции. Время, это все-таки, какие же задачи с собой прописицы, сдавая такой образ, да, то есть... Вы знаете, дело в том, что, как бы, уже исходя из, собственно, рассмотрения всего текста сказания, ну, есть у меня, как бы, текст уже и по-латине, но мы по-жидан, все-таки у меня сложилось впечатление, что мусульмане, во-первых, не случайно летописец подчеркивает особенно их связь с судаизмом, выделяет именно те моменты, которые в учении ислама озазначены заимствами оттуда, и вот ислам, потом приходит латинами, летописец также ацентирует внимание именно на тех моментах, которые греки упрекали латинен как уклонение в жидовство, а именно пресночная служба воспринималась как уклонение в жидовство, точно так же, как почитание субботнего дня, это опять же уклонение в жидовство, то есть, собственно, вот это все ученики евреев, ученики жидов, а потом приходят учителя, и Владимир их и называет, вы же иных учителей, прямо в тексте летописи, то есть становится понятно, что это все такие ступеньки, восхождение Владимира к познанию, естественно, невозможно понять Новый Завет, не узнав Ветхий, понимаете, вот, соответственно, это вот такие ступени к познанию истинной веры, которые ведут его и приводят, в конце концов, к греческой истинной вере, вот, как бы, вообще концепция, построение, да, композиции, как мне видится, это же безумно интересно, да, пожалуйста, представляете, коллеги представляете, в Киеве, в Киеве, конечно, во-первых, однозначно, без контакта, неоднократная сволочка Булгарии существовали, безусловно, и, ну, вообще, есть свидетельство, по крайней мере, одного мусульманского источника, по-моему, это Алла Марвазии, который упоминает, что вот, именно от киевского князя было посольство в Хорезм, вот, и, в основном, следователи связывают именно с ситуацией испытания веры, вот, упоминание, вот, некое об этих послах, которые были, единственное, что там источник говорит, что пришли послы и действительно впечатлились исламом, приняли ислам в результате, ну, это уже расхождение с предописным текстом, но это вот, как бы, такое свидетельство внешних источников, об этом. Да, просто хочется понять, что здесь больше, это такое чисто литературное, потому что, если мы возьмем, скажем, большинство западноевропейских авторов до ипотекрестовых походов, то для них, ну, разница в непотекрестовом, для них, конечно, мусульмане, это совершенно, ну, если это в Испании, если это не нужна Италия, то это совершенно, в общем-то, это контракон такого же явления. Где-то там они есть, да, но, в общем, это совершенно другой мир. Нет, здесь было соприкосновение, однозначно, более того, я уверена, что битаписец сам видел как минимум, если не омовение, то как минимум намаз он точно видел, потому что он его описывает фактически. Понимаете? То есть, вот эти все элементы, поклоны, и даже вот этот выход, Таслим, да, из намаза, когда надо повернуть правую-левую сторону головы, все мои-намы, это все, скорее всего, не свидетельствует, вот этого толкового поле и нет. Это то, что, скорее всего, битаписец сам наблюдал или слышал. Что-то о них есть, какая-то информация, то есть, имена о праздниках? Да, 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 как о них праздник, там, и суть праздника, и нахуй. Знаете, хороший вопрос. Дело в том, что, ну, я могу вас просто отослать к монографии. Есть замечательная книга, издал ее, это тексты переводов, которые издал Юрий Максимов, такой автор. Сейчас скажу, как она называется. Называется она, чтобы точно процитировать, «Византийские представления об исламе». Это просто, ну, как бы подборка текстов византийских богословов, которые писали именно об исламе, начиная с преподобного Анна Дамаскина, ну, собственно, там перечисляются все, заканчивая святителем Григорием Паломоем, Семеном Фессалоникийским. Вот, собственно, подборка переводов, и там, как бы, можно посмотреть. Ну, в частности, там вот и в Варфоломее Деске тоже, его сочинение, там можно посмотреть. Но, честно говоря, о праздниках очень мало писали, насколько я помню. В основном, конечно же, их интересовал обряд и учение. Это в первую очередь. Вот. Такие элементы, они искали, откуда истоки ислама. Для них это был первостепенный вопрос. Где? Машины. Да. Машины. Но наш летописец свой вариант, так полагает. Хотя у Иоанна Дамаскина тоже есть элемент. В частности, он Каабу возводил к кумиру Афродити. Он видел весь языческий исток. Блина Юрьевна, похоже, что они и с иудаизмом были хорошо знакомы. Да? То есть, они как бы на папке на пляже через исключительно мусульман или напрямую, скажем так, против иудаизма есть такие прямые. Вы имеете в виду в тексте летописи против иудаизма? Однозначно, и здесь генеральное, конечно, влияние оказало толковое влияние. Мы поняли, что иудеи это источник всей папки, все елиси. Однозначно. Следовательно, должна быть какая-то выстроенная линия атаки и... Есть. Это критика, которая берется из толковой палии, а толковая палия вообще в критике евреев восходит к сочинениям святителя Иоанна Златоуста, к его знаменитым словам против иудеев, известные восемь слов. И в данном случае алгоризм очень прост. Вот они, учителя, евреи, но посмотрите на их состояние. Они рассеяны, у них нет своей страны. Бог наказал их за что? Сами евреи говорят, что наказал он их за распятие Христа. Соответственно, они гонимы именно по факту того, что не признали его мессией, а следовательно, истина вера та, которая христианская, естественно. То есть, собственно, сам факт догонения, сам факт рассеяния еврейского, это уже неоспоримое доказательство истинности христианской веры. Вот алгоритм, к которому восходит летописец. Да, безусловно. Да, да. Идея — это закон, закон — все, он отошел. Благодать дана. Вот. Собственно, ислам, он как раз и повторяет иудаизм именно тем, что это религия закона. Однозначно. Причем такая кристаллизация там настолько она даже физиологичнее. Я бы тут сказала, иудаизм, она очень физиологична. То есть, ну, как мы смогли убедиться, да, вот эти все моменты очень эстетичные. Вот. Спасибо. что каждый из нас копается, пытается найти какие-то технологии западно-европейских, да, и... Хорошо, бы их найти. но мы все их некоторые разделены, потому что нас действительно подобных аналогов. Да я тоже не знаю. Стоит два припущего есть, да, кто-то? Да нет, я бы сказал, что да, по-моему, это все немножко по-другому. Да, да. Хотя и с точностью, конечно, все те же самые, потому что традиция антимусульманских парень подошла, да. Вот, потому что был восточный зимой. Спасибо. Ну, действительно, доклад очень интересный, и я бы даже так сказала, что как-то для меня поворот нескольежитный, то есть и ожидание, вот мои доклады, произошло мое ожидание, потому что вот такого аргументированного, да, то есть образа, который вы нам представили, причем основанного на конкретных текстах, конечно, очень интересный, очень интересный эти сюжеты. Ну, если будет желание, я могла бы, как бы, поскольку, конечно, ислам это всего лишь момент, да, а более полная картина, раскрывается, когда речь идет уже о латиненах, о евреях, окончательно вырисовываться, да, вот, если будет желание, я бы могла завершить эту тему, как-нибудь, да, собраться и вот в расписании там, да, да, иных отличий. Там настолько, честно говоря, у меня, поскольку, как бы, композиция настолько красиво раскладывается, вот, у меня возникло ощущение, вот, что человек писал историку богословскую поэму, вот, ни много, ни мало, честно скажу, да, особенно в какие-нибудь красивые стили, да, вот, там очень много интересных вопросов, у меня есть вопрос, те, кто считаете, рассказан для летки, специально был написан, как на вашем ощущении, или это просто вставлено было уже, или пересложно, как сейчас? Вы знаете, это очень правильный вопрос, вот, дело в том, что, да, очень сложно тут все, вот, вообще с текстологией сказания, дело в том, что, очень, как правило, по поводу текстологии, особенно летописной, обращаются к мнению Шахматова, вот, который, собственно, в данном случае, к сожалению, я, как бы, по большому счету, я, конечно же, с ним не согласна, не получается, вот, не получается его разбивка текста. Шахматов полагал, что сказание формировалось не единомоментно и не одним человеком. Он предполагал, что текст, который сказание следует до момента, когда Владимир останавливается на выборе веры, вот, и, нет, пардон, вот, текст, вот, тот отрывок, который начинается с прихода болгар, а заканчивается речью философа, он относил к древнейшему своду 1039 года. А посылка Владимира послов и дальнейший текст, да, уже выбора веры, когда он говорит, что, да, останавливается на греческом христианстве, вот, это уже было вставлено в начальном своде 1096 года. Вот, в данном случае при анализе моем абсолютно не получается это все. Это все-таки с моей точки зрения текст создан единомоментно, единомоментно, одним человеком, который четко продумал композицию, структуру, тут такие вот, ну, я же говорю, это все настолько действительно эта вещь не рождалась, как бы, не могла она принадлежать, действительно невозможно было его скомпоновать двум людям в разное время, не получается. просто не получается, не работает. Вот, и с моей точки зрения, скорее всего, он был создан поздно, действительно поздно, это конец однозначно 11 века, и скорее всего летописец уже знал о первом крестовом походе. Вот, судя по анализу уже латинин, вот, я пришла к выводу, что он уже был знаком. Вот, собственно, об этом упоминали исследователи и, собственно, говорили, что да, скорее всего, вот именно эта часть сказания уже принадлежит другому человеку, но с моей точки зрения здесь все, все составлено в конце 11 века. Ситуация другая, разделение произошло однозначно. Да, спасибо большое. Да, вот мы как раз, еще вопрос у нас в аудитории, да, сейчас мы в аудиторию и потом уже, а прямо сейчас спросит, да? Руслан, пожалуйста, нашли. Руслан Павликевич из Красноярска спрашивает, насколько устойчив был данный образ в русской культуре? Тот, который мусульман, да? Видимо, да, он уточняет. Устойчив, ага, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, вообще, поскольку мы по большому счету повторяем византийскую модель, вот, то есть восприятие ислама, да, его истоков, в этом отношении как бы летописец он не нов в каком-то смысле, то устойчив довольно долго, то есть, по крайней мере, в 17 веке в сочинении Семена Половского однозначно этот же образ проецируется, то есть он воспроизводится один в один, фактически, он, Георгий Амартел и же с ними, вплоть до 17 века назначен. Спасибо, спасибо большое. Зоя Юрьевна, я не знаю, был маленький вопрос, а собственно, в продолжение у нас тут вопроса Данислава, а, как вы думаете, вот, если вы говорите, что этот текст писался, да, вот такой, какой-то цельный, да, некий текст, цель какая? Цель, ну, если общая, однозначно, цель написания текста. Цель простая, показать промысел Божий о спасении Руси, то есть, текста. Я почему задала вопрос, потому что, на самом деле, ну, вот, я, по крайней мере, да, нигде в западноевропейском материале, там, так, хранистики, да, и в разных рассказах о христианизации, да, я нигде не встречала, вот, такого рассказа именно о выборе веры, да? Вы знаете, он существует, это житие Кирилла и Мефодия, когда Кирилл сейчас в смеси Казарского хронов, да, он как раз, да, это славянский, да, это славянский, да, это славянский, нет, это не западноевропейский, это наши, да, это славянский вариант. Это очень известно, по-моему, то есть, это, хотя же с любой стороны, с вами и западные, и восточные традиции с рамоской церковных источников, то есть, византийских источников, то есть, так или иначе, они были... А западной традиции ну, такого, просто нет? Нет, нет, если она транслируется, то уже позднее, более поздний период, и уже опоследование. Так, а там, как наши коллеги, пока думают, да, товарищи, друзья, коллеги, есть еще какие-то вопросы, или мнение, или суждения, Марианна, пожелаем вам. Марианна Юрьевна, я просто еще раз вас благодарю, действительно, за очень интересный рассказ, и мы будем надеяться, что это действительно начало, да, и мы увидим модель выстроенную целиком, и, разумеется, мы будем ждать вашу статью, потому что это не будет работать с семинаром в году, и теперь, надеюсь, что у нас будет все, сделайте живой, сделайте живой сборник, и вас приглашаем. Спасибо. Вам спасибо большое, и я хочу сразу же проангонсировать нашу встречу. Следующая встреча у нас будет с Левым Домовичем Кафалком, доктором юридических наук, ведущим научным сотрудником из-за всеобщей истории. Телу нам предлагают такую, загадка Юрс Генцу, история одного понятия древнеримских юридических текстов и их интерпретации. На мой взгляд, тут выход будет довольно значительный и на международное право, то есть его бытование в правовых юридических памятниках античности, затем существование в Средневековье, новое время, и, возможно, он сможет как-то показать соединенную перспективу. Вопрос, тема, конечно, вызывающая большие споры дискуссии среди юристов, и, наверное, как-то в этих спорах серьезные аргументы может привести историк, историк права. Поэтому приглашаем всех на следующее наше свидание 25 апреля в 16.30 вместо встречи «Зиметь нельзя», Ленинский проспект, дом 32А, аудитория 13.13, на 13 этаже. И в заключение я хотела бы поблагодарить Центр информационных технологий, которым руководит Денис Валерьевич Руфанин Милов и наших коллег, давших возможность десятку, я надеюсь, сотню людей и потом и тысячи посмотреть этот семинар в перспективе, Анну Татейнину и Илью Хаид. Спасибо вам большое, ребята, и 25 апреля надеемся, что даже здорово проработали вместе. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Александр Иванович, у нас как-то приглашаетесь? Да, конечно. Пойдемте, я наконец-то занюху сидела. Так, а теперь пойдемте есть торт.